Казанский университет Они отработали действия по спасению пострадавших, локализации и ликвидации возгораний в Казанского университета, а также провели профессиональное формирование по деблокировке пострадавшего с применением гидравлического инструмента. После выхода опасного вещества в помещение котельной произошло возгорание с последующим взрывом и с последующим горением. В результате двое пострадавших. Один пострадавший у нас внутри с отравлениями, значит продуктами горения, один пострадавший наружу, он у нас находится под завалами в результате обрушения. Обоих пострадавших мы показали, как мы это работаем, как мы организовываем работу по эвакуации пострадавшего из задымленных, из загазованных помещений и отработали поисково-спасательные работы с пострадавшим с заблокированным условно плитой. Проводить подобного рода мероприятия важно в первую очередь для сотрудников и персонала. На особо опасных производственных объектах в любой момент может произойти авария или возгорание, к которым работники должны быть готовы. Каждый человек, который осуществляет деятельность на таких критически важных объектах, должен знать свое место, если не дай бог что случится. Если случается, как сегодня по замыслу учения, сегодня произошел выброс запаха газа, после этого произошел взрыв и по сути пострадал человек. Поэтому если не дай бог, в жизни разные ситуации бывают, поэтому к этому тоже надо быть готовым, сотрудники котельной уже готовы. Они знают, как выносить, куда выносить, что одевать, в течение какого времени они должны покинуть и так далее. Всего в ликвидации аварии в котельной было задействовано порядка 50 человек, в том числе 5 нештатных аварийно-спасательных формирований КФУ. Пост радиационного и химического наблюдения, санитарный пост, группа охраны общественного порядка, аварийно-техническая группа по электросетям, аварийно-техническая группа по водопроводно-канализационным сетям. Внимание всем! Экстренная учебная эвакуация в здании интерната. В целях безопасности всем немедленно перейти по переходу в здание интерната. Учебно-тренировочные мероприятия проходили и на базе IT-лицея КФУ. Специалисты отрабатывали действия сотрудников охраны, персонала и обучающихся при угрозе совершения вооруженного нападения на учебное здание. Сценарий предполагал, что якобы один из учащихся лицея хочет прийти в учебное здание с ружьем и боеприпасами. Если мы при пожаре людей эвакуируем на улицу, то есть выводим из здания, то в данном случае этого делать было нельзя. Почему? Потому что мы не знаем, с какой стороны может прийти этот мифический стрелок. И могло получиться так, что они бы столкнулись лицом к лицу с эвакуированными нами детьми и последствия были бы понятны какие. Потому что здесь было принято, это на мой взгляд, единственное правильное решение, эвакуация через переход внутренний в здание общежития IT-лицея. Мероприятие с участием представителей Росгвардии, МВД, МЧС прошло успешно, как и три дня назад в лицее имени Лобачевского. Прежде всего цель таких учений, чтобы у лицеистов и педсостава на уровне подсознания отложилось, как нужно действовать, если создастся такая ситуация. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова